МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А ну, тише! Слушай, картошка! Картошка у телефона! Правильно? В порядке. Проверка линии! Не читаешь? Да помаленьку, поскольку время позволяет. Да, ну да, застряли перед этими паршивыми петушками, будь они трижды прохват, и четвертый день сидим. Никак его оттуда не ушибешь, гад. Да сильный оборонок. Такой решек, что угол-гол. Ничего, ничего, расколем, конечно, мы тоже. Это точно. Погода мешает. Ага, Витек! Синий кусочек, синий платочек, милый, желанный, родной. И мы еще на кого-то персонально. Я персонально никого не имею в виду. А что, всех в целом? Да зачем? Я не такой жадный, мне одной хватит. Лишь бы девушка была подходящей. А есть такая? Пока нет. Окончим войну, раздолбаем фашистов. Вернемся домой, тогда и поищем. А пусть найдется. Жем! Безусловно, буду семью строить. Счастья кусочек! Сало кусочек, каши горшочек, каравай, вот такой. Кто че наш беспощадный стрелок родист Вася главным образом начнет пожевать. Слышишь, Вась, можно подумать, тебя здесь не кормят. Смотри, какой личик отъел. За три дня на велосипеде не объедет. Так, это у меня после ранения. Организм требует усиленного питания. До ранения ты тоже ничего себе рвал. Будьте здоровы. Да, подкачал погодка. Слушай, Федь, подброси хворост в печь. Так мало хворосту осталось. А ну, ребят, чья очередь за хворостом идти? Так Вася на очередь. Вася. Вася, слышишь? Тише, тише, я сберу. А ну, живо за хворостом. А почему именно я должен идти за хворостом? Твоя очередь. Разве моя? Твоя, да. Точно? Точно. Ой! Ой! Тихо, тихо. Слушай, мне раненая нога болит, да? Еле двигается. А че ж ты сидишь на переднем крае? Стукай в госпиталь. Здрасте, ваш тетя. Я, значит, как дурак пойду в госпиталь. А вы тут без меня петушки разлетели. Чересчур вы хитрые. Не выйдет. У меня производственный план. За мою раненую ногу не меньше, как штук 20 фашистов положить под петушками. И будьте уверены. Спасибо. Так у тебя же нога или двигается? А я, слава богу, не ногами, а из пулемета стреляю. Мне нужен только один целый глаз, две здоровые руки и кусочек сала. Этого мне в танку атаке вполне хватит. А за мой-то я и не сильно страдаю. Пусть их совсем не будет. Стало быть, за хворостом не идешь. Рад бы, Филь. Рад. Да нога не позволяет. Ну, вот ноль ты ноль. Вот не иначе, как перемене погоды. Наверное. Воспаление. Во. Во-во. Воспаление и хитрость. Ой, язва, а, Филь. Да ладно, сиди, я за тебя скажу. Но имей в виду, последний раз. Тихо. Говорим, картошка. Так. Понимаю. Сделаем. Братцы, там на КП только что принесли подарки. Что ты говоришь? Надо послать человека. За подарки. Сейчас. Четыре минуты. Хворосту захватит. На хворост у меня сил не хватит. Филь, давай землянку суркован. А? Перец. Перец. Еще. Редиска. Говорит картошка. В порядке? В порядке линии. Сидерей. Говорит картошка. Так точно, в порядке ничего не случилось. Да. Возьмите. Имеешь в виду кого-нибудь персонально? Никого не имеешь? Никого! Да как же так? А не случилось? Бывает. Редко, но бывает. Больные есть? Здравствуйте. Наденька, здравствуйте. Больных нет. Есть один умирающий. Где же он? Пошел на командный пункт за подарками. Кто же это? Маршал Советского Союза Девяткин. Вася? Он самый. Пошел на командный пункт за подарками. Так точно. Ну, конечно. Я на свою личную ответственность разрешила ему остаться на переднем крае при непременном условии соблюдать хоть какой-нибудь режим. А он совершенно с этим не считается. Вчера куда-то ходил. В госпиталь. Под Кормицей. Позавчера ходил. Да, да. Там у него землячок есть. Он из дома 4 кг сала получил. Третьего дня ходил. На кухню. За добавочной порцией мотался. Ну, конечно. Ну, конечно. Вот пока один придет. Я ему дам духу. Товарищ военфечер. Да вы успокойтесь. Раздреньтесь. Остыньте. Садитесь. А то, смотри, с тебя уже начинается пара идти. Да, Людмила? Брошечку чаю. Да, спасибо. Вот. Ну-ка. Ага. Давай, давай. Ага. Вот здесь сахар. Что слыхать, маменька? Только что к нам доставили одного раненого бойца. Из-под самых петушков в таком говорит, что гигзеровцы впереди своих позиций выгородили такую громадную стенку и снега. Километра на полтора. Облили водой ее и теперь она так каменная. Вот, сволочь. Отчаянно сопротивляется. Отчаянно сопротивляется. Ничего, ничего. По погоде как? Метет? Утихает. Зверты кое-где уже видать. К утру утихнет? Похоже, что утихнет. Да, не мешало бы. Надежь. Может, еще кружечку чая? Тише. Слушайте, картошка. Порядки. Проверка линий. Счастье кусаетесь. Смирно! Какие-то голые на силу наточил. Привет! Пацаны! Что это у вас, а? Как будто народу прибавилось. О! Товарищ мой, вечер! А я как бы чувствовал, что у нас, блин, даже один лишний человек. Даже два лишних подарка прихватил. На всякий случай. Это мне, наверное, сердце подсказало. Верно? Здрасте. Здравствуйте. Товарищ Зверткин. Вы опять нарушили режим, который я вам предписала. На каких условиях вас оставили на переднем крае? Вас оставили на переднем крае исключительно. На том условии, что вы будете подчиняться режиму. А вы не подчиняетесь режиму. Вам надо лежать, а не ходить. Да вы встаете и ходите. Вы не бережете свою ногу. Она у вас никогда не заживет. Так она уже давно зажила. На мне же все царапины заживают, как на собаке. Раз, раз и готово. Да какая же у вас царапина, когда у вас рана? Да. Какая же там рана, когда царапина. У вас плазное пылевое ранение. Рапы. Верхний, третий бедра, правый ноги. Подумаешь? Ранение. Я понимаю, если у человека голову отрывает. Вот это ранение. А то аккуратная, маленькая дырочка в мягком месте. Она мне абсолютно не мешает. И не болит. И не болит. А ну пройдитесь. Для чего это? Пройдитесь, пройдитесь. Или я вас немедленно отправлю в госпиталь. А они за это время петушки возьмут? Нет уж. Извините. И... Только не симулируйте. А я и не симулирую. И... Синий, не страшный, платочный. Температура у вас нормальная? А я даже не знаю. Что значит, что ненормальная? Вы всегда нормальная? Вы рыбий жир принимаете? Какой рыбий жир? Какой? Который я вам принесла в бутылке. И велела принимать три раза в день для общего укрепления организма. А! Да! Ну что делать? Ну да, вы его принимаете? Он его в тот же день весь съел с хлебом. Да. Хорошо. Теперь вы будете принимать витамин С. Вот. 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 Возьмите. Товарищ Девяткин, дайте-ка я вашу ногу посмотрю. Товарищ Воронежин, ну разрешите быть свободным. Воживите, время идет. А экипаж страдает без подарков. Ну. Хорошо. Только имейте ввиду это в последний раз. Сколько можно? Так, так, так. Так, только по-честному без махинаций. Так какие тут могут махинации? Я себе забираю две, а вы как хотите. Ээээ. А мы положим подарочки. Так, Андрей, становись спиной, будешь выкликать по фамилии. А я буду доставать подарки. А я? Ну, ты будешь принимать витамин С. Да я лучше принимал витамин, моя московская. Так, давай-давай. Стопи. Этот кому? Так. На красноармейцу-лебедюку. Слади естественно посту, потом распечатаю. Редиска, прием. Говорит картошка. В порядке? Хорошо. Проверка линий. Дальше. Этот кому? Гвардии, фрейтеру, солнцевой. Ты вор, да, стоп. Стоп, было бы темнее. Хорошо. Беру. Так. Этот кому? Ага, это твоим фельдшерам Воронихиной. Держи. Так, вот этот кому? А, гвардии, лейтенант Свериня. Прошу, отложим до прихода. Слушай, дай мне, я спикал. У меня, знаешь, брат, как в государственном банке. Ну пойдете, без тебя, Васечка. Этот кому? Гвардии, фрейтеру, девел. Ну, наконец-то, давай быстрее. Да, здорово. Что такое хронико, а? Ничем интересном не пахнет. А можно еще раз испытать свое счастье? Нет, не полагается, Васечка. Счастье в жизни бывает только раз. Ну, посмотрим, что там у меня. И последнему. Гварди, сержант Купаль. Мне. Верно. Спасибо. Папиросы, мечта. Ух ты, какие тоненькие. За один раз таких папирос надо штук десять выкурить. И чтоб хоть как-нибудь накуриться. Так, действительно мечта. Пока нет, одна мечта. Атиколон, сирень. Грамм сто от силы. О, а это что, завернуты в бумажки? Так, сейчас посмотрим. Имеет вес. Брусочек сала. Вот ты, бритва. Эх, девушка, девушка, не угадала ты мою вешеную душу. Синий платочек. Где? В моей посылке. Смотри. Слушай, чудеса. Вот не даром ты все разучиваешь свой синий платочек. Вот и напел себе. Ага. Напророчил. Не иначе как твое счастье. Судьба. А что вы думаете? Очень может быть. Разреши-ка. Ага, пожалуйста. Замечательная работа. Прямо художественная. Видать, девушка с большим вкусом вышивала. Настоящая мастерица. Я думаю, мои Валечки золотые руки. Какой же твоей Валечки? Ну да, которая платочек мне вышла. А ты почем знаешь? Что она Валечка? Ну письмо есть. Написано Валя. Ну ладно, Валя. А почему это она твоя? Да платочек мой. Стала быть и девушкой, у меня довольно ясно. А послушайте, знамерку надо понимать. Смотри. Дорогой товарищ, посылаю вам табак. Курительную бумагу, спички, записную книгу и на память платочек своей работы. Вы, наверное, герой. Я в том не сомневаюсь. А, вина девушек с понятием. Мне очень хочется быть вместе с вами и уничтожать врагов нашей Родины. Руша девушка, настоящая боевая подруга. Мне такую и надо. Но, к сожалению, это пока невозможно. Приходится оставаться в Тулу. Очень жалко и обидно. Хотя меня утешает мысль, что у нас фронт и тыл едины. И все же я вам ужасно завидую. Вы, наверное, часто находитесь в бою. И всегда можете достать себе трофейный немецкий автомат или автоматический пистолет с патронами. А у нас это очень трудно. Очень хотелось бы с вами познакомиться и подружиться. Видишь, ей хочется познакомиться и подружиться. Крепко целую вас. Валя, веду? Крепко целую. Нет, это дело ясное. Сейчас дам ответ, заведу переписку. Вернусь, буду семью строить. А вдруг ты ей не понравишься? Кто? Я не понравлюсь. Ты меня смешишь, Вася. Сейчас я буду сомневаться. Слышите, а в твоей посудке больше ничего такого нет? Чего такого? Ну что-нибудь солидного там, пожилая. Нет, нету. Жаль. А то, может, сменяемся, а у меня бритвы хорошие. А у тебя что? А вот сейчас посмотрю. Может, будет что-нибудь такое, да? Варежки. Портянки. Носки. Не совсем то. Махорка. О, это уже лучше. А вот еще что-то. Не пойму. Не то коробочки, не то кубики. Ну-ка, ну-ка, покажите-ка. Стар! Стар! Пищевые концентраты! Три плитки лапшевника, три плитки грешневой каши, три плитки клюквенного киселя, три плитки борща украинского, три плитки рисового Путинка. Отдаете себе отчет рисового Путину? Это вам и синий платочек. Вот это я понимаю, настоящая девушка посылала. Настоящая подруга жизни. Меняемся, меняемся, идем, меняемся. Погоди, Васенька, я подумаю. Да ладно, Надя, ты что, что нам думать-то? Нет, подожди, Васенька, я подумаю. Надя, ты посмотри, что я тебе даю. Папиросы, мечта. Высшего сорта А. Одна штука, десять других заменяет. Незаменимая меч для военного фельдшера. В полном смысле слова, мечта. Отеколон, сирень. Один запах чего стоит, а? Сирень, весна, соловьи, анайон, луна, безопасная бритва, запасные ножи, помазок. А? Тазик, красота, бриться. Одного того цвета. На, попробуй. Ты обалдел? Извините, я забыл, что вы девушка. А вы не забываете? Больше не буду, но это не важно. Бритву-то вы можете всегда сменять на что-нибудь другое. Ну, меняемся, а то, знаете, я сильно люблю пищевые концентраты. Они мне полезны для моего расстроенного здоровья. Ладно. Только при этом условии, что вы будете соблюдать режим и не очень много ходить. Обещаете? Возьмите. Вася, я... я тебя очень прошу лично. Да, безусловно, безусловно. Ой. Извините. Я... Беда, товарищ! Да что случилось? Адрес. Какой адрес? Адреса нет, не написала, за что и фамилии нет. Ничего нет, одна только подпись Валя. И синий платочек. И синий платочек. Что ж теперь делать? Тереть слезы синим платочком и забыть свою Валю. Забыть Валю? Никогда ты меня плохо знаешь, я их все равно найду. Да, конечно. Пару пустяков простой адреса. СССР, девушки Валя, собственные руки. Через три дня найдет. Так вижу, а? Волосы русы. Глазки серые. Рочат, бесел, так ладно меня любит, так и пишет. Дорогой, дорогой боец. Нет, я их найду. Все равно найду. Да, придется тебе собрать Валю со всего Советского Союза и просеять их через большое сито. Ну зачем? Посылки известные с отлого города. Вон, на ящике, да, пись в городе Щеглы. А стал быть Валя, Щеглов, это же легче. Это было вроде как в одном рассказе Чехова. Мальчик писал письмо на деревню дедушки. Не важно. Я все Щеглы передресу, а Валю свою найду. Слово так хист. Дорогой товарищ. Пишу вам слово дорогой, потому что вы, как боец доблестной Красной Армии, и действительно для всех нас самый любимый и самый дорогой человек. Посылаю вам две пачки папирос высшего сорта А. Курите и мечтайте обо мне, как я мечтаю о вас. Ладно, буду курить и мечтать. Посылаю вам безопасную бритву. Еще посылаю вам флакон одеколона сирень. Пусть этот прелестный запах напоминает вам весну и луну и скамеечку, где мы обязательно с вами будем сидеть, когда встретимся. А мы обязательно с вами встретимся, я так чувствую. Ладно, можно будет посидеть на скамеечке. А себе скажу, что мне 20 лет и я еще никого не любила. А вот это навряд ли. Зоя, с нетерпением жду от вас ответа. Возвращайтесь с победой, любящая вас Зоя Фиалкина. Ох, не угадала ты малость Зоя Фиалкина. Вася, ну посмотри, какую выдающуюся девушку ты променял на пищевые концентраты. И тебе не жалко. Твоя Зоя ничто. По сравнению с моей Ксенией. Какой твоей Ксенией? Кто эта Ксения? Бывшая твоя, которую ты поменяла на безопасную бритву. Ксения Петровна Ложкина. Город Щеглы. Кооперативная 10. Квартира 2. Это вам не синий платочек. Не какая-нибудь там мечта. Девушка солидная. Стоятельная. Нет. Товарищи, вы только вдумайтесь. Три плитки лапшевника. Три плитки грешневой каши. Три плитки борща украинского. Три плитки клюквенного кизеля. И три плитки рисового пудинка. Сразу, видать, настоящую нежную женскую душу. Кончено. Женюсь. На ком? На моей Ксеничке. Кто, ты? А что я? Убого теленка съел. Сейчас ударю ответ, а то кто-нибудь другой похватит. Нет, такую девушку нельзя выпустить. Так. Дорогая. Дорогая Ксения Петровна. В первых строках моего письма сообщаю, что концентраты ваши получил в полном порядке. За что вам очень благодарен. Я полюбил вас с первого взгляда. Какие тут могут быть шутки, когда дело касается концентратов. Дорогая Ксения Петровна. Надеюсь, что вы будете с некерпением меня ждать. Как как опрессовал наш любимый фронтовой автор Константин Симонов. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди. Андрей, как там дальше? Андрей! Что? Что ты там разматриваешь? Карточку испасел. Ух ты! Ха! Хорошенькая! Хорошенькая, я сказал! Красавица! Где? Где красавица? Смотри, какой хитрый! Получил фотокарточку и молчит! А? А девушка, ничего так подходящая, лет на 20, а? Дрявенькая! Дрявенькая! Сам ты! Дрявенькая! Добрый! Брестный, милатый! Да, я не трогаю! Даденька, гляди! Гляди, Натя! А? А? Ого, смотри, как он нашел себе! Хорошенькая, как зовут ее? Не знаю! Как-то что? Как не знаю, письмо! Письма нет! Так, а пока, карточка есть письма! Карточка нет, карточка нет, письма нет, и адресы нет! Ну как нет? Ну, посмотри, хорошенько! Да нету, я уже все перелал, одна только фотокарточка! Да, письмо! Да, ну без рук! Смотри, какой ремень! А ты что, влюбился? А ты, как посылки там не то, что моя, Ксения? Дай же разыскать! Вот, тут что-то написано! Где-где-где? Наобороте! Самому храброму! Да, где самому храброму? Точно! Самому храброму! И прямо самому храброму! Вот и стой, а! Молодец, девушка! Стой! Смирно! Сидите, сидите! Сидите, документ там же! Сидерей, прием! Сидерей, прием! Ответь и карточке! Так, что у телефона! Сидерей, освободим! Командир 4-го хозяйства Сверидов, по вашему приказанию! Так точно! Боевория! Коробочка в полном порядке! Экипаж тоже! Ждем листика! Так! Так! Понятно! Понятно! Никак нет вопросов, нет, все ясно! Спасибо! Спасибо, товарищ комбат! Ну! Что произошло, о чем дискуссия? Да! Товарищ лейтенант! В одной из посылок попалась фотокарточка девушки! На ней одна только надпись! Самому храброму! Ну-ка, дайте! Действительно, самому храброму! Красивая девушка, ничего не скажешь! Так как, как же быть? Ну, что ж, раз самому храброму стало быть, самому храброму, ровняйся! Смирно! Самый храбрый! Шаг вперед! Марш! А вот это правильно, я так и думал. Все храбрые, все смы, и все скромные, как и подобает гвардейцам. Через час десять атака на петушки. Наш танк главный. Только что получил приказ. Ну, так вот, самый храбрый и получит карточку. На, пока, отдыхайте. Ну, гады! Расплатится она мне сегодня за мою ногу! Ох, крепко расплатится! Вася! Да! До свидания, Вася! До свидания! Дай мне руку свою! Счастливый, Вася! Голубчик, ты не очень... Не зарывайся! Разрешите быть свободной! О, Наденька! А я вас и не заметил! А что это вы у нас тут делаете? Зашла посмотреть в гардии и приятеля Девяткина, как у него нога! Ну и как у него нога? В порядке, почти поправилась. В атаку идти сможет? Сможет. Хорошо, свободно. Есть! Вася! Счастливое желаю! Спасибо! Хороший вечер! Каждый день ко мне заходит ногу осматривать. Медицина! Да знаем мы эту медицину. Никак нет! Точно так! Разрешите обратиться! Неофициально! Еще лучше! Товарищ Семенов, я... я даже не знаю, как сказать, у меня к вам просьба большая, личная. Что смогу, сделаю. Дайте мне эту фотокарточку, я с ней в бой хочу пойти. Положу в карман и пойду, пусть она мне сердце греет. Дело серьезное. А то, что там написано самым храбрым, вы за это не сомневайтесь. Вы же меня знаете, я оправдаю ваше доверие. Слово гвардейца. Слово гвардейца. Хорошо. Возьмите карточку. Спасибо. Спасибо, товарищ Семенов. Но имейте в виду, если не оправдаете доверие, заберу карточку. Я оправдаю ваше доверие. Точно начали. Про улыбку твари и глаза. Не шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тостует мой голос живой. Сейчас далеко-далеко Между ароми снега и снега До тебя мне дойти не легко, А до смерти четыре шага Кой-то мой никомью не от зло За плутавшее счастье зови Мне в холодной землянке тепло Как улыбка не гасимы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok